Субтитры делал DimaTorzok С сегодняшнего дня стало доступно для скачивания приложения Pokemon Go Иначе все поголовно кринулись его качать Вот посмотрите, народ стоит, видите с телефона, вот стоят, вон стоят, да даже вот здесь стоят Всякие ходят странные тут фрихи В общем, я вам так скажу Зомби-апокалипсис, в общем, в действии, да Все стали Pokemon Go зомби И в Японии это просто, ну, очень-очень популярно Вообще, как бы всякие такие вот движения там Особенно если это связано с аниме или там с косплеем То есть это очень, скажем так, цепляет людей И в эту игру играют не только дети, хотя детей я вообще не встречал В основном играют, ну, и взрослые люди То есть от 20, там, 5 лет и выше То есть и дяди играют, и тети, и дедушки даже уже в таком возрасте, таком приличном Ну, в общем, большинство из этих людей Которые сюда пришли Они вот ловят этих самых Вот, покемонов Вот видите, да, там И, в общем, тут даже вот Это вот телевидение даже это самое Что-то снимает Или что-то в этом духе непонятное А может тоже так же блогеры Кто-то с двумя телефонами стоит, играет В одном играет, в другом переписывается с друзьями Кто-то с двумя, кто-то с одним В общем, ну, прикольно Это, вот, вот, видите И тут телевидение В общем, здесь как бы это Тусовка в самом разгаре, как бы Вот, сразу раз Все, ведущая или что-то такое там Что они там снимают, не знаю Ну, в общем, вот, про Pokemon Go, походу, тоже там Тема, типа, сегодня релиз И вот, опрашивает людей Как вы тут, да? Не, ну, ничего так, в принципе, там Аппаратура мощная такая И девушка ничего такая Вроде приятной внешности Ну что, мы продолжаем В общем, в общем, фишка в том, что Во всем мире, да Ну, ее запустили только в трех странах Там, по-моему, в Америке Новая Зеландия и еще где-то там Я сейчас точно не помню Да, вот сегодня запустили в Японии Но в Японии сделали так Что людям особо не надо ходить Понимаете? Вот видите, они все стоят То есть на одном месте То есть здесь вот на этих центральных станциях Скоплены примерно Основная масса вот этих всяких Покестопов там, да С которых вещи получаются И здесь же вот где-то вот Прямо на станции вот здесь вот стоит Это, джим вот этот Который захватывает, перезахватывает постоянно И, в общем, здесь идет как бы Постоянная баталья То есть далеко ходить не надо А даже если вы ушли куда-нибудь подальше Вот на ту сторону, да, к примеру То там будет еще где-то 2-3 стопа И там можно тоже на углу вот так стоять Вот И это самое, играть просто тупо Ну, в общем, да Практически каждый Каждый японец Тот, кто хотя бы хоть раз Открывал приложение Или игры какие-то в смартфоне Он сейчас играет в это В Pokemon Go И я вам так скажу, что Японцы сервер уже один раз положили То есть сервер упадал Примерно где-то часа 2 назад Я тоже вот как бы за этим слежу То есть смотрю, как что вообще работает В целом так-то норм Но вот из-за такого количества людей Вы посмотрите Вот сколько тут, блин Миллионы людей, елки-палки Играть сразу с нее стали И естественно Вот центральный сервер в Токио Он просто не выдержал И рухнул Там его восстанавливали Там где-то минут 20-30 Где-то так Вот Сейчас вроде как бы наладилось Нормально все Вот Я тут как бы вам Для вас видосик снимаю Вместо того, чтобы играть Так что все ради вас, ребята И девушки Вот Соответственно Сейчас пойдем прогуляемся немного Если вдруг что-то будет еще интересное Я обязательно вам покажу Так, ну а я немного расскажу Про отношение японцев вообще К мобильным играм Вообще в Японии Это самые популярные игры Практически наравне с платформами То есть с всяким PlayStation Xbox и так далее Потому что в игры играют постоянно Из-за того, что нужно ездить на поездах Долгое время И людям просто делать некренно больше в поезде Как сидеть и в чем-нибудь играть Или книжки читать В общем в игры играют постоянно В игры играют везде И здесь как бы в Японии Как в стране Которая разрабатывает Много, очень много разных игр Как игровая индустрия Здесь очень хорошо развита В этой стране очень популярные игры На мобильных устройствах Вот здесь вот как бы Вы можете, ну как бы приехать И сами в этом убедиться И продаются очень большие Ну много Разные атрибутики для игр Для аниме Для разных там Этих косплеев То есть Также начали делать и Разные вещи из игр То есть Прям, ну как бы Именно для косплеев В том числе Фанатов очень много И в основном фанаты Все с деньгами То есть Люди Ну готовы тратить на игры Просто колоссальные деньги Это как для них Как хобби И они не жалеют на них Тут То есть Вкладывают Ну я вам Точно могу сказать Что в среднем Вот в среднем Если человек вкладывает Ну любит в денег Выиграв какие-то там Да В среднем он тратит Примерно Ну тысяч тридцать Может быть Сорок йен В месяц На игру То есть Это порядка Где-то Двадцати-тридцати тысяч рублей Если так вот посчитать То есть Это очень много Поэтому Как бы Если в России Или там где-нибудь Я не знаю В Америке Или в Европе Да Людям как бы там Ну не особо Это мобильные игры Так скажем Интересные Но я думаю После Pokemon Go Они будут Более интересны И будет Ну как бы Больше интереса К ним И будет это Развиваться И в том числе И в онлайн То есть Будут больше людей Играть И общаться И встречаться Ну в принципе Задумка классная Вообще Я как бы Одобряю Такие проекты Я могу сказать Точно что Да Эта игра Не зря Стала популярной И несмотря на то Что даже Аниме было И даже Игры были До этого На Nintendo DS Ну Или 3DS Там Но все равно Как бы Такой Как скажем Ну успех Компании Ну Если честно Я не ожидал Вот Были бы деньги Я бы конечно Вложился бы В акции Nintendo Благо их здесь Купить можно И Можно было Заработать На этом Нехило Многие люди Так и сделали Ну а мы Продолжаем И продолжаем И вот Я нахожусь Значит на Самом известном Перекрестке Ну это Второй по известности Это как раз Где находится Ичимару Кью То есть 109 Шибая 109 А вон Тот Самый большой Перекресток Который Шибая Чуть дальше Там Вот что я могу сказать Да Ночью здесь Классный вид Здесь красиво Здесь есть на что Посмотреть Здесь очень много Кафе, баров, ресторанов Клубов Здесь очень много Разных Скажем так Развлекательных Заведений Вот типа Таких вот Починка Там Слот Там Типа Игровые автоматы Шоппингов Тут Полно Ну как Этих Магазинов Там Бутиков И тому подобных Там Модных Которые Люди любят Ходить Там Затариваться Брендовыми Вещами Как Вещами Я уже Дарение Забываю Где ставить Натурально В общем Также здесь Находится Кинотеатр Вот Тохо Синема Классные Фильмы Там показывают Кстати И 3D Есть Тоже Все ништяк Ну Сегодня Также 22 Июля 2016 Года И люди Все так же Играют В Pokemon Go И прошу Заметить Вот Что На Шибу Я вот Заметил Что Очень много Встречается Вот этих Вот Покемонов Называющихся Ратата Типа Крысы Такие Мелкие И знаете Это На самом деле Правда На Шибу Реально Много Этих Крыс В реальности Встречается Потому что Здесь Так как Здесь Много Очень Кафешек Очень много Выбрасывают Все это На улицу Еду Там По-моему И естественно Крыс тут Очень много Вы не думайте Что Как бы Японцы За этим Сидят Они следят Но они Просто Ну Нереально Быстро Плодятся Эти крысы И я Частенько Вижу Вот Когда Хожу Здесь Гуляю По Шибу В этих Где-нибудь В темных Там Переулках Они Прямо Через дорогу Перебегают Туда-сюда Эти Крысёныши Pokemon Go И это Учли Так что В общем Создатели Игры Они Знают Что К чему Здесь В Японии Конкретно В Токио И где Какие Звери Водятся Туда-сюда Туда-сюда